МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо-компании «Гомель» в студии працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. У объективе телекамер и за кадром. Старшиня Абл-Ваканкама Геннадь Соловей наведал телерадо-компанию «Гомель». Сердце отдают детям. Областный форум-фестиваль замешальных семьях прошел в Гомеле. Докранутся до святыни. У областных центра пробыли шастицы Рызы Господня окружающих Машевику и ковчих с шастицей Моша у святой старыцы Матроны Московской. А зараз об этом иншим больше потреблядно. Знайомство со спецификой работы и коллективом. Телерадо-компанию «Гомель» наведал старшиня Абл-Ваканкама Геннадь Соловей. Причем визит не был связан с записом программы або телешоу. Сустреча прошла в вольном формате. На этот раз журналісты смогли погутырить с губернатором не на подземную тему, як это обычно отбывается под час офицейных интервью, а задать – житевые питания. Вядомо подекавилися и меркованием Геннадия Соловья о перспективах развития региональных СМИ. Марина Джалая с подробностями. Реальная подорожность получалась с виртуальным. Бои у каждой студии для Геннадия Соловья демонстровали фрагменты программ, ток-шоу, проектов, которые створаются командой телерадо-компании «Гомель». Вот у этой студии отбывается запись информационных выпусков. Литерально про несколько минут журналисты и технический персонал приступили до записи нового дня. Губернатор означает, что головное объективно для строя життя региона. Выслухают разные меркования, подходит до створения программ аналитично. Тут же Геннадия Соловья гучевая пропонову створить на телебачене инновационный продукт. Для помощи у этой могут специалисты IT-сферы. Кировничество в области затекавлено в развитии лишбовых технологий в регионе, тем больше у медиапросторы. У центральной аппаратной губернатора знайомится структурой холдинга Белтель-Радо-компании и региональном сегменте БТРК. Геннадий Соловей нагадывает об тем, что процедуники улада, как и журналисты, повинны быть там, где есть проблемы, ставить в центр интересы человека допомогать людям. Самое главное в вашем качестве это должно быть вот эта объективность. Мы как всегда доступны и власть доступна, потому что мы стоим на страже наших интересов в Республике Беларусь, а вы эту информацию доносите для наших простых людей и всех других. Но это объективная информация должна быть. Побач кабинета режиссера у Геннадия Соловья знайомится спецификой монтажу информационных выпусков и телепрограмм. Размова и об актуальности выкористания беларуской мовы на телебачене. Штодионные выпуски новинов беларускомовные. Наступная кропка – у соседнем будинку. Тут так само телестудии и радио. До эфира застается осяго некольких хвилин. У студии диджеи Татьяна Ушакова, Катерина Календа, радио-ведучий Сергей Негеревич. Кеннадий Соловей с цикавостью не зирая за их работы, одночасово уносит свои пропановы. Наприклад, робить невеликые выпуски об жизни кожных районов Гомельщины. Кабжихар, например, Хойников, на радиохвалях почував тем, что отбывается у Корме-Целоеве. Завершается подорожа по медиапросторы телерадиоцентра у эфирной телестудии. Недавно она целиком обновилась. Тут же губернатору демонструють презентационный ролик телепрограмм. Усеяны на слуху. Диалог, головная тема, земля наша, бизнес-план, добрый вечер, Гомель, народный майстер. На развитание губернатора огучивает уластные идеи, которые родились подчас знакомства с телекухней. Например, яны тычутся створения на передании новогодних святов ролика про новую чаронную резиденцию Деда Мороза в Лясковичах. А еще Геннад Соловей нагадывая об тем, что улада завсюду подтримает актуальные идеи, якими можно не только разнастать телеконтент, а и объеднать громадство в решении знаковых питаний. Например, об створении мемориала на месте трагичных подей часов Великой Чинной войны у везцы Алла Светлогорского района. В летку наша здымочная бригада наведывала гэты журботные мясцины. Нагадаем, везка была спалена фашистами за один день. У студени 1944 года у Аллу согнали же хору еще шести населенных пунктов и спалили их у хатах. У жудостных покутах тут загинули 1758 человек. 950 их – дети. У сукупности гэта – як 12 хатыньев. Даже после войны везку так и не одновили. А вось народная память об этой жахливой подее живе. И память гэта дякуючу людям и подтримце уладов повинна быть адлюстрованная лепшими майстрами в выгляде архитектурной композиции. Марина Джала, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Пераписчики снова наведуют с беларусов. До 6 листопада будет проходить контрольный обход. Завитают у каждую десятую хатню господарку. Таким чином проконтролюют выники работы переписчиков. Респондентам пропонуть отказать на скорошенность испытаний. У людей, которые будут здесь снять контрольный обход, повинны быть посвешение переписчика, сумка с логотипом и планшетный компьютер. Нагадаем, что с пытаниями можно свернуться на промую телефонную линию по номеру телефона в Гомеле. 21-10-03 с 9 до 21 годины без выходных. Нагадаем, что перепис насильниц в Беларуси проводился с 4 по 30 кострышника. Сердце отдают детям. Областный форум «Фестиваль замешальных семьев» под такой назвой прошел в Гомельском палаце творчества детей и молодых. Уделы им проняли 200 человек с Усягор-Ейона. Их опекуны, приемные батьки и батьки-выховальники детяших домов семейного типа. Подробностей в наступном материале. В Гомельской области зараз живет больше за 3400 детей-сирот и детей, которые остались без опеки батьков. Больше за 80% из них выховывается в замешательных семьях. С 2007 года в регионе открыты 48 детяших домов семейного типа, в которых проживает больше за 300 детей. Это реальная поддержка в реализации права каждого детяки на житие и выхование в семье. Большая часть детей, 80%, проживает в замещающих семьях. В этой позиции наша область занимает лидирующее место среди других областей. У нас уже осталось всего два интернатных учреждения. Это Гомельский детский дом и Мозорский детский дом. На сегодня в этих двух учреждениях проживает всего 73 воспитанника. Форум-фестиваль замещальных семьях проходит сразу два года. У им удельничают проставники разных районов, опекуны, приемные батьки и батьки-выховальники дитячих домов семейного типа. Разом со специалистами отдела эдукации социально-педагогических центров яны обмерковывают актуальные питания в сопровождении замещальных семьях. Сохраняют проблемные аспекты усыновления и вертания детей в биологичные семья. Сиротудельниц форума Марина Таболич. На протягу четырех годов яна мать и выховальница дитячих домов семейного типа, у яким зараз живут восемь дятей. Большая часть детей называют нас мама, папа. И это, конечно, всегда трогательно. Становятся как родные. Ну, дети приходят всегда, первоначально ведут себя не очень хорошо. Ну, некоторые из них не хотят слушаться, хотят к своим мамам, а проходит какое-то время и дети привыкают. Форум-фестиваль замещальных семья удастар доброчинному марафону «Сердце отдают детям». Он будет накированный на оказание допомоги детям, которые выховываются в шмадетных, малозабеспеченных, опекунских и приемных семьях, а так само в детячих домах семейного типа. Окажутся поддержкой неполнолетним, которые находятся в социально небеспечном становище. Мы надеемся, что с помощью нашего сегодняшнего мероприятия нас увидят и услышат многие организации, которые пожелают принять участие в этом марафоне и согреть души детей. Не обыходится форум без урочистостей. За отказную, складанную, такую важную громадству працу у Знагороды отримали лепшие замещальные батьки и специалисты галинной эдукации. Вероника Гомсюкова, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Регистрационный отдел областной дзержа автоинспекции, который ранее находился на 9-м километре Чарниговской шаши, переехал у новый будинок по улице Борисенки-6. Отбылось его урочистое открытие. Наши корреспонденты подекавилися, что изменится для наведывальников. Открытие регистрационного центра заплановали на полову восьмой годины ранецы, еще до початка обслуговывания наведывальников. Полгодины повинна хапить, как повиншовать особистый состав с приемной подеей и узнагородить тех, кто вызначился. Майстер Гомельского городского дорожно-будовнического ремонтного треста Максим Калядау отрымливая подяку Управления внутренних справ. Это под его кировництвам проведены усе необходные работы, при чем устеплый термин. Бъем был очень большой, сроки тоже поджимали. Работали и в продленке, и старались выходные выходить. Ну, как говорится, с поставленной задачей справились. Переразание червонной стушки означает начаток эксплуатации посудности нового регистрационного отдела. От своего попередника, який находился на 9-м километре Чарниговской шаши, его надрознивается кардинально. Тут саправды больше зручно, причем как для наведовольников, так и для работников. По большому счету были изучены все негативы, все минусы работы в старом помещении, и, значит, проведена огромнейшая работа, чтобы не было жалоб граждан, те, которые по большому счету были в старом помещении. Особливую увагу надали створению умов для обслуговывания людей за межаванными физичными махчымастями. Усталявали специальную кнопку для выключу супрацовника милиции на улице. Плясовку для обслуговывания автомобилей обсталявали таким чином, как полностью выключить верагодность аварийных ситуаций. До речи, как ожидается, что день в этом отделе будет проводиться оформление документов прикладно на 150 автомобилей. По разных подставах регистрация снится зулику, изменение юридичного адреса, форму властности, цена в организации. При этом выдавать людям документы тут обещают непосредственно в день с вороту. Олег Сентьюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Тель-Радо, компания «Гомель». Добрая новина пришла сегодня с Могилева. Команда Гомельской области стала переможцей 14-й Олимпиады школьников Союзной Державы России и Беларуси и Старышная и Духовная Супольность. По выниках всех этапов школьники из нашего региона заняли первое место в командном Залику. Абсолютной переможцей Олимпиады стала В Гомеле вызначили самого креативного студента региона. За гоноровое звание змогались представники Семьи ВНУ в области. Как угодно представить свой университет на споборництве хлопцам и девчатам пришлось включить на максимум свои интеллектуальные, творческие и лидерские якости. За напруженный боротьбой сочила Ганна Корольчук. Пять хлопцев и две девчины. Они стали лепшими серо 30 отделников отборочных этапов. Каждый лидер достойный представник своей ВНУ. Усей перомышится науковых конференций, предметных олимпиад, фестивалей у спортивных споборництвов, стипендиаты специальных фондов. Это на самом деле люди, которыми можно гордиться. Это учащиеся, которые имеют средний балл не ниже 8,5 баллов. Это учащиеся, у которых за плечами уже ряд участия в международных мероприятиях, награды. Это активная жизненная позиция. Поэтому они являются не только примером для студентов своего УЗа, но и смогут показать свои таланты на этой сцене перед студентами других учреждений высшего образования. Все лет организаторы поширили конкурсную программу и додали спортивное и культурно забавляльное мероприемство. Таким чином у УЗа была мягчимость познайомиться и проявить себя еще до финала. Организаторы БРСМ сделали нам очень интересную программу. Мы ходили в Ледовый дворец, там нам давали мастер-класс по хоккею. Потом мы ходили в пиццерию патио, там нам давали мастер-класс по изготовлению пиццы. Все остались очень довольны. Первым выпробованием на сцене стала визитолка под назвой «Урытме студентского життя», где конкурсанты рассказали про себя и свою ВНУ. Лепш познайомиться с отделниками допомогли подрихтованные видеоролики «Я студент». Варто сказать, что видео были сделаны достаточно профессийно, что сразу говорило о высокой конкуренции и амбициозности финалистов. Тут собрались очень серьезные соперники. Я думаю, что каждый из нас достоин победы. Я думаю, что мое выступление будет максимум разнообразности. Я, скорее всего, буду брать своей харизмой и эмоциями. Я думаю, что мало у кого это есть и всем это понравится. Свою родицу молодые люди проявили в интеллектуальном конкурсе, где отказывали на пытания, какие тычутся головных подеек этого года. Завершальный этап конкурса – самое яскравое и видовищное выпробование – творчое. У им, кроме песен, танцев и вершин, конкурсанты должны были обеспечить тематику в свете науки. Поэтому смотрители и жюри видели шоу химических опытов, глядое кино про зварятелого профессора и даже эксперименты со шпулькой Теслы. Вот такая занимательная физика у нас в университете. Дорогие друзья, поаплодируем! Это круто! По выниках у всех выпробований гоноровое звание студент года 2019 завоевал студент третьего курса Белорусского Ганглевого экономичного университета с поживецкой кооперацией Дмитрий Беразовский. Я безумно рад. Возможно, я сейчас спокоен, потому что эмоции все равно и готовился очень серьезно и, в принципе, был уверен в своих силах, поэтому я спокоен, но я, честно, внутри очень рад. Я взял целевое направление из РАИПО Гродненского и приехал сюда учиться на бухгалтера и не пожалел об этом ни разу. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации самый лучший в Гомеле. Я это говорю с уверенностью. Остатние удельники отримали памятные призы и подарунки от партнеров конкурсу. У Снежни Дмитрий Беразовский представит студентскую супольность нашей области в финале конкурса в Минску. Ганна Кральчук, Валерий Гопанько, телерадио компания Гомель. Центр моды прогрессивно «Хрустальная нимфа» запрашивает на кастинг первого областного конкурса месяц Гомельская область от 165 сантиметров. Претендентки на гоноровый титул повинны быть у шлюбе медзятей и белорусское громадянство. Подчас кастингу им потребно раскрыть свои таленты, индивидуальность и неполторность. Далее финалистки пройдут профессийную подрыхтовку по дефиле, хореографии и фотопластице, как в 14-го Снежня на сцене Громадского культурного центра поспоборничать за звание самой пригожей женки и мати. Мы ждем представителей мамы, леди, женщины должны будут представить свой город, рассказать всем, что быть матерью это не просто быть домохозяйкой, варить больше бигуди и прочее, а это еще и красота, это еще и стиль, и она должна стать примером для своих деток, вдохновить своего супруга. То есть это успешная женщина, сильная, красивая, достойная. Кастинг пройдет 3-го листопада в центре моды при Гожосте «Хрустальная нимфа». Початок в 14 годин. У Гомеле с гастролями московский цирк «Аллиурувер». С 2-го листопада до 1-го Снежня на арене легендарная династия Клыковых-Филатовых. На передний старту нового представления в Гомельском цирке прошла пресс-конференция. На питание журналистов отказывали керавник программы и артисты. Варто означать, что и они члены одной семьи. Увоголи история цирковой династии Филатовых отличивается с 1836 года. Тому сразумело у основе программы «Аллиурувер» традиции. Мы приверженники классического русского цирка, где в основе любого номера ставится мистер трюк. Начинается с того, что темнота, темный зал и появление клоуна, который смотрит некоторые кусочки, вырванные из программы, перематывает их и возвращает все обратно на начало программы. Как будто программа только что прошла и он вернул ее обратно. И переходя в перформанс со зрителем, он находит огоньки в их сердце, в их душе, которые он раскидывает на манежи, раскидывает непосредственно на саму площадь, после чего происходит трансформация и переход в первый номер. 99% артистов, что выйдут на арену, молодь, якая шукая новые подыходы до глядача и шмат импровизуя. Узрослым часом не перешкодил им завоевать со своими номерами шматлики международной узнагороды и поставить рекорды. Это синтез жанра вальтиш и русская палка акробаты под руководством Вячеслава Лебедькова и воздушный дуэт Екатерина и Сергей Астудины, которые исполняют достаточно сложные виртуозные трюки, причем без страховки. Также у нас есть люстра из попугаев, которая является тоже как визитной карточкой экзотической группы животных. Мы ее не видели, повторение этого трюка ни у кого, когда шесть попугаев держат друг друга в клюве и поднимаются под купол и опускаются в виде люстра. Некольки удельниц этого трука церковые долгожихары. В уголе и в трупе налишивается больше за сорок четырехлапых и птушиных артистов. Сярутых малпы, питоны, собаки, леопарды и медведи. Есть так само и такие, кто снимался в сероялах и сусветно известных киностушках. Одним словом, легенды. У свято-прображенский храм Гомеля прибыли великие святыни христианского света. Шастица Рызы Господня окружил Машевику и Каучех с частицей мощи святой Старицы Матроны Московской. Сустречу узначали епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. После того, как реликвии занесли в храм, он вернулся до верников с промовой. Затым пошались молебные спевы в гонор святой Блаженной Матроны Московской. Старица Матрона одна из самых ведомых и шанованных православных святых. Ее житё приклад великого духовного подвига терпения самоодрочения и спагады. Личится, что Матрона Московская допомогает позбавиться от хвороб и справится с житевыми негодами. Святая за все да и за стерега и наставляет людей, которые вертаются до ее умолитовным прошением. Когда мы приезжаем в Москву, мы часами отставим эту очередь, а здесь пусть и маленькая часть, но Дух Святой присутствует и наши жители имеют такую возможность прийти в Преображенский храм, поклониться и попросить святую, чтобы она помогла в их семейных делах, в их жизни, в быту, ну и, конечно, чтобы мы духовно возрастали силу в силу. У Светлогорску святыни будут знаходиться до 24 листопада. Эти инши новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире.